Вот смотрите, какая интересная ситуация получается. Все спорят, кто-то не спорит, утверждает, я присоединяюсь к этому мнению, что эти удары, которые Москва произвела вчера, около ста ракет, какая-то часть из них сбита, большая часть, но тем не менее это некий такой ответ на унижение, которому подвергли Москву путем отказа от переговоров с ней, путем там отказа в фотографировании, путем, в общем, оспаривания того, что утверждал Лавров там на Бали. Говорил, я, говорит, с Шольцем поговорил. Выходит Шольц, говорит, я вообще с ним не разговаривал, я с этим мудаком даже не встречался. Ну, то есть это все по сумме как-то привело в раздражение. Безусловно, это была домашняя заготовка, они заранее планировали этот удар, что понятно, но тем не менее так ли все, и это вопрос. Для них печально, что они вот именно отреагировали путем обстрела украинской территории. Действительно ли они считали, что то ли это, ну, такая форма выражения своего недовольства, то ли они считали, что этим можно запугать, подвигнуть вот сегодня еще второй день этого G20 каким-то более благоприятным для себя решением со стороны участников, ну, прежде всего, западных участников этого саммита. Как вы думаете? Нет, ну, все что угодно, кроме последнего. Я, ну, они полные олигофрены, но представлять, что они могут поменять позицию саммита. Ну, после того, одно из, в том перечисленном списке унижений, одно из самых фундаментальных была, конечно, встреча Си и Байдена. И два там очень серьезных положения. Ну, это не новинка. Очень понравилось, полюбилось товарищу Си повторять формулу бинарная модель международных отношений. Ему нравится, что вот сформировалась. Биполярная. Да, при нем, да, биполярный мир. Это же еще несколько месяцев назад, когда Путин у него был на Олимпийских играх и рассказывал ему сказки, как он за пять дней возьмет Киев. Они же подписали заявление, в котором в каждом абзаце приверженность многополярному миру. И вот этот многополярный мир был забыт совершенно. То есть Путин был выброшен за борт. Но самое неприятное, ну, я не мог, такой очень состарившийся на наблюдении за международными процессами человек, не мог себе представить еще несколько недель назад, что Си и Байден, два руководителя двух крупнейших государств, составляющих эту ось этого биполярного мира и в достаточно враждебных отношениях между собой находящихся, пишет совместное заявление, где строго предупредят Путина и Россию о абсолютной недопустимости использования ядерного оружия, тактического и любого другого в Украине. И более того, надо отдать должное старшу Си. Он лучше понимает психологию и природу диктаторов, естественно. И он вот, в отличие от американцев, которые все время правильно делали, и они практически предупредили Путина, какие будут последствия для него, там, катастрофы, холики в случае использования, но очень правильную ноту заметил Си. Недоприма и ядерный шантаж, и угроза ядерного оружия. Это очень-очень мудро, потому что, ну, мы же теперь понимаем, ну, я, по-моему, только в ваших передачах уже раз 20 отвечал на вопрос, возможно, используя тактическое оружие, отвечал, что вероятность крайне мала, и называл три нет, я не хочу даже сейчас повторять, это уже всем ясно. Все понимали, что этот человек не шахит, этот трус, и он любит жизни, у него там ботас он накачивает в разные органы своего тела, он не шахит, он не пойдет на обмен ядерным ударом, но он шантажит, что он использует. 15 лет он искуснее, он запугал же Запад. Ну, почему Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году? Почему проглотили агрессию в Грузии, аннексию Крыма? Ну, потому что возобладала точка зрения, давайте не провоцировать Путина, а кто знает, он еле на оружие, он сумасшедший, он где-то сказал, что мы все сдохнем, а он в рай попадет, и так далее. Это работа, это работа. И силу дали очень правильную ноту. Он, собственно, Байден объяснил, что я прекрасно понимаю этого мудака, я сам такой же, но вы всерьез это не принимаете, господин Байден. Наш биполярный мир не должен по этому поводу беспокоиться. А пусть я все понимаю, я понимаю твой мелкий шантаж, засранец. Вот и все. Вот это очень тяжелым ударом было на него тоже. Но мы уже не говорим о падении Херцона. И вот мы же уже заметили тенденцию, что серию самоубийственных акций он проводит как раз после сеансов глубокого такого унижения и опускания. Ну, вспомните, это же классика. Это компенсаторно, он пытается показать, нет, а я нет, я могу и разбомбить. Вот смотрите. Вспомните, Самарканд, Астана двудневная опускает. Сначала Си и Моди прочли ему лекции, так профессорские второгоднику, студенту. Как раз тогда Си начал свое предупреждение о ядерном оружии. Ну, возьмем на секунду для наших зрителей, почему это такой важный вопрос для Китая. Не то, что он вообще так гуманист, и не хочется использовать ядерное оружие, очень простой. Потому что прецедент использования ядерного оружия на поле боя взорвал бы всю эту систему нераспространения, а конкретно на следующий день, на следующий день три-четыре высокотехнологичных государства, окружающие Китай, и не очень хорошо к ним относящиеся, мягко говоря, начали бы программу, они бы завершили ее в течение недели или месяца. Все у них, что, Япония не получит? Да и у Тайваня такая. Южная Корея, Тайвань, разумеется, Индонезия. Это ему не нужна совершенно такая головная боль, поэтому здесь он проявил и тонкое понимание психологии младшенького диктатора, и разъяснил старшим западным товарищам его поведение. И вот тут это, конечно, Путин воспринял как предательство. Чувство предательства, почему? То есть должен к нему какие-то обязательства иметь. Гениальную фразу отлил, как-то наш Медведи говорил, как это... Отлил, храните наш друг Бен Ходжес. Китай никогда не простит Путина, что он пробудил, разбудил, исплотил. Исплотил Запад. Конечно, представляете, что было бы, если бы не эта агрессия Путина. Запад проснулся, вернулся к своей роли. Ну, правда, Украина его за шиворот тащит все время к выполнению своей миссии лидера свободного мира. Пока в самой Украине приходится с этой миссией справляться. Вот. И помните, значит, сразу же... Это было, по-моему, Самарканд, Астана. Это 14-16 сентября еще. А он вернулся и 17-го все началось. Мгновенно. Безумное решение. Это социальная бомба на годы под всей структурой России, мобилизации. Американцы проиграли, проиграли вьетнамскую войну, потому что они уже... Тогда Америка стала постиндустриальным обществом. В постиндустриальном обществе невозможна призывная армия, невозможно государству смотреть на своего гражданина как мясо, которое он может использовать в любой своей военной авантюре. Российское общество очень трудно назвать постиндустриальным, но вообще-то по всем таким характеристикам государства-человек... Это не... Ну, вот эти армии существовали в феодальных обществах и в таких капиталистических, основанных на громадном машинном производстве, те же армии рабочих, чем они отличались от армии крестьян или египетских филлахов или рабов. Очень трудно назвать Российского общества социального, но оно не такое, в котором можно решать вопросы с помощью призывной армии, мобилизовывая всех мужчин. И Путин это понимал, он чувствовал. Он же отталкивался, отталкивал эту идею до последнего дня. Да, с мая месяца, он с 9 мая пытался ему самолеять эти документы. Слушайте, вот эти самые до отъезда в Самарканд и Астану как раз за два дня. Помните, открылась Государственная Дума, осенняя сессия, Зуганов выбрался. Вы понимаете, что с этим Зугановым сделали? Его пресс-секретаря вытащили на Первый канал, он извинялся, что не так Геннадия Андреевича поняли. Он имел в виду, конечно, на военных заводах, там в четыре смены раба. Ни в коем случае, что вы, что вы. Это анафема была. Он чувствовал, у него такое чувство опасности есть. Он понимает, что с этим этих людей нельзя загонять. Ну вот мы видим же сейчас десятки видео, что творится с этими мобилизантами. Ну, кроме ненависти к Путину лично и к режиму, 25 миллионных военнообязанных, то есть потенциально каждый из них, может, возможно, схвачен туда и послан куда-то на Донбасс умирать. Кроме того, ну, все военные в один голос говорят, что эти люди, ну, не усиливают армию, не усиливают. Да и вся система мобилизации, ну, кроме того, что общество у нас не такое, а чисто технологически, она же работает при существовании кадрированных дивизий. Где, вот, простой вопрос. Хорошо, он нагонит эти 200 тысяч, а где офицеры, которые будут им руководить? Да, их берут из мобилизованных. Из мобилизованных. Мы же видели, как вот этот сюжетик, как там с полковником обращается. Вам мне ничего не напомнили? Это фильмы нашей молодости, там. Конечно, 17-й год. 16-й, 16-й год, помните, там генералов убивают, полковников. Духовно вот так убили, да. Да, одна и та же сцена из Первой мировой войны. И в Первой мировой войне крестьянских мобиков довели до такого состояния на четвертом году их. Их четыре года в окопах они еще дерзались. А тут они так себя ведут, не успев до фронта. Это первое. Ну, потом безумная совершенно вот эта дифферендум и аннексия. Вы знаете, что сейчас, ну, такая мелочь, конечно, мне рассказали, прекратили они в объявлениях погоды сообщать о погоде в Донецке, там, в Мариуполе, в Херсоне. Я не знаю, а где вы это в своих словах? Да, это заметили, заметили. А почему, почему? Ну, стыдно уже. Ну, как-то в Херсоне погоду сообщать. Ну, да, в Херсоне. Не, а что бы не сообщить? Ха-ха-ха-ха. Вот. Ну, это стерия. Ну, еще по мелочам, что-то он в те же дни нахреначил. Два северных потока взорвал там. Еще попытался снова ядерным своей елтой грозить, что мы все такое, мы не потерпим. Ну, ему объяснили там через неделю. Ядерный вопрос закрыли раз и навсегда. Объяснив ему, что его просто убьют в случае использования. Ну, а товарищ Си так твердую печать на этом поставил.